В поисках Йеннифер своей дамы любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. В конце концов, благодаря коменданту Нильгардского гарнизона, Геральт узнал, что Йеннифер находится совсем рядом, в Изиме. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отдохни... Продолжение следует... 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 В поисках Йеннифер, своей дамы любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. В конце концов, благодаря коменданту Нилькардского гарнизона, Геральт узнал, что Йеннифер находится совсем рядом, в Изиме. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Еще чего? Может, есть? Ай, зависит. Прощай. Йеннифер в Изиме. У меня есть там пара знакомых, так что... Что-то не так? Посмотри вокруг. Сейчас скандал будет. Значит, пора собираться. Куплю сейчас провизии и поедем. Геральт, давай не вмешиваться. Хоть в этот раз. Что случилось со щитом? Сняла. Может, еще золотое солнце повесишь? Нельзя тут темирский герб вешать. Они придут и корчму спалят. Так может, правду люди говорят, что ты шлюха, не львгардская? Я твои слова забуду. Тебе скорбь сердце гложет. Гренли, ты что понимаешь? Сестру мою повесили. Вытащили на двор перед монастырем, как собаку. Сказали, в нильвгарде нет места предрассудкам. Что они гнева божьего не боятся. А ты не боишься? Если бы Аннулька тебе при родах не помогала, дитё бы у тебя в пуповине задохнулось. Что? Не боишься гнева божьего? Не боишься, сука? А-а-а! Оставь! Вы знаете этот медальон, люди? Знаете, что он означает? Отойдите. Ты цела? Говорят, ведьмаки деток воруют. Правда? Что вам император обещал выродке? Землицы? Как эльфам в той войне? Убирайтесь все. Мы никуда не пойдём. И вы тоже. Они уже не отступят. Вижу. Отпускай его! Отпускай его! Отпускай его! Отпускай его! Ничего, все кончилось. Оставь меня! Не подходи! Лицо-то у него блоги! Уходите и не возвращайтесь! Ну вот и все невмешательство. Пойдем. Не мы это начали. Сплошные отговорки. Ты как всегда. Я получила донесение, что в Белом Саду появился ведьмак. Я знала, что это ты. Что ты ищешь меня. Я могла бы подождать, пока ты меня найдешь. Но ты же знаешь, я никогда не отличалась терпением. Рада тебя видеть, Геральт. Я бы тебя обняла, только ты весь в крови. Прости, я не надеялся тебя встретить. Сказать по правде, я иначе представлял себе нашу встречу. Как? По крайней мере, без нельфгардского эскорта. Йеннифер, не пойми меня неправильно, я тоже рад тебя видеть. Но мне кажется, ты должна нам объяснить. Я объясню. Но вы зимы. Седлайте коней. Последние шесть месяцев я провел в седле, я не видел тебя два года. Давай не будем торопиться и... К сожалению, это невозможно. Кое-кто ждет тебя, Геральт. Тот, кто ждать не любит. Император Эмгир Вар Эмрейс. Для друзей белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Сомневаюсь, чтобы он считал меня другом. Когда мы виделись в последний раз, он хотел меня убить. А теперь он хочет сделать тебе предложение. Из числа тех, от которых нельзя отказаться? Я не отказалась. Хотя могла бы. Ну хорошо. Можно послушать, что он хочет предложить. Император Нильфгарда, сеньор Меттины, Эббинга и Гимеры, суверенно Заира и Вековара, наверняка сочтет это за честь. А ты? А я поеду в другую сторону. Сдается мне, что Император приглашает только тебя. Кроме того, у меня есть чем заняться. Каэр Морхен. Помнишь? Помню. Спасибо за помощь. И до свидания. У тебя конь быстрый? Не жалуюсь, а почему ты спрашиваешь? Я хочу вернуться за крепкие городские стены. Так быстро, как только возможно. Каэр Морхен. Знаешь, ты мне недавно снилась. Насколько я тебя знаю, сон был неприличный. Только сначала, а потом... Что? Гом raus. Гом raus! Гом ask! Гомас! Гом марки- Гомас! Гомас! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. В конце концов, благодаря коменданту Нилькардского гарнизона, Геральт узнал, что Йенефер находится совсем рядом, в Изиме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пожалуй, достаточно. Думаешь, императору важны, не слишком ли длинные у меня уши? Милость вы, государь, извольте упоминать его императорское величество, используя полный титул. Ваша милость, присядьте на этот горжат. Куда? На этот стул. Ледвин, прошу побрить его милость. Виски на полдюйма. Что-то не так с моей бородой? Я думал, она добавляет мне серьезности. Но лишает вас элегантности. В Нилькарде борода не приветствуется. Особенно если в ней завелись вши. Я долго был в дороге. Не важно. Делай свое дело. Прошу откинуть голову и не двигаться. А также ответить на несколько вопросов. Ваше превосходительство. Не знаю, подходящий ли сейчас момент. Трудно найти более подходящий. Люди становятся необычайно искренними, когда чувствуют бритву на горле. Морврон Воргис. Командующий дивизии Альба. Прежде чем ты предстанешь перед Императором, Ведьмак, я хотел бы проверить некоторые сведения. Это лишь необходимая формальность. Разумеется. Бумаги должны быть в порядке. Итак, Геральт из Ривии. Место рождения неизвестно, родители неизвестны, возраст неизвестен. Но это все несущественно. Перейдем к последним событиям. Осада замка Лавалетов. Судьба командующего обороны некоего Ариана. Продолжение следует... Город считался отрезанным от остального мира. Я вырвался оттуда вместе с Вернаном Роше, командиром Синих Полосок и... Убийцей Нелюдей. Этот субъект нам известен, Ведьмак. Интересно, и ты заключаешь союзы. Что-то мне подсказывает, что самые интересные союзы у меня еще впереди. Ну, спрашивай дальше, пока у меня борода опять не отросла. Ха, если что, побреем еще раз. Затем. Бесславная встреча в Лок-Муине. Ты был там? И снова вмешивался в дела сильных мира сего? Поскольку сильные мира сего заточили Трис Миригольд, вы должны знать, что этот человек мне близок, а я привык помогать близким мне людям. Ты так и сделал. Теперь, благодаря тебе в распоряжении Родовида, целый капитул чародеев. Нильфгард не так давно начал войну, так что на твоем месте я бы не стал читать мораль. Ваша милость, сидите спокойно. Я уже заканчиваю. Мне трудно от этого удержаться. Ведь из того, что я знаю, вскоре после этого ты смотрел, как испорченный мегаскоп разрывает твою знакомую шалу Детонсервиль на куски. Смотрел это верно и помог бежать. Из ловушки, которую ей приготовил ваш человек. Лето из Гулеты, запиши. В бумагах все должно быть точно. Хм, ну что же. В интересах государства иногда приходится заключать непростые союзы. Даже с ведьмаками. Вы еще не расторгнули этот союз? Что с Лето? Я надеялся, ты ответишь мне на этот вопрос. Ах, вот как. Значит, Лето от вас скрывается. Наверняка не без причины. Интересы государства изменились, так? Я не знаю, где он. А если б знал, то не сказал бы. Даже с бритвой на горле. Это, кажется, все. Еще подпись, подтверждающая, что ты говорил правду и только правду. Ложь карается заключением, либо смертной казнью, и так далее, и так далее. Здесь. И еще вот здесь. Если все процедуры выполнены, прошу ваше превосходительство покинуть комнату. Мы будем подбирать для его милости Геральта костюм. Это важное дело, но мы сумеем обойтись без помощи господина генерала. Жаль. Я бы мог что-нибудь посоветовать. Прощай, Геральт. И удачной аудиенции. У меня такое ощущение, будто меня готовят к свадьбе. В таком случае я предложил бы вашей милости сюртук, фрак или, возможно, смокинг. Сейчас же, внимание, вашей милости, осмелюсь представить вот эти одежды. А где моя одежда? Там, где ей давно следовало оказаться. У прачи. Вы получите ее после аудиенции, чистой и накрахмаленной. Ваша милость, дайте знать, когда вы выберете одежду. Может, для вашей милости это новость, но повязанное на бедрах полотенце не является одеждой, подходящей для аудиенции. Прошу вашу милость одеться. Ведьма. Он же ведьмак Нордлингов. Невероятно. Жаль, но у меня нет времени. В талии узковато. Но можно и так. Ваша милость, вы довольны костюмом? Я был бы доволен стеганым дублетом и мечом за спиной. Но что делать, с волками жить? Простите? Поговорка такая. Что теперь? Будете меня пудрить? Нет нужды. Вашей милости достаточно ясное лицо. Но прежде чем вы предстанете перед владыкой юга и севера, я должен убедиться, что ваша милость знает, как следует кланяться. Я не невежа. Кланяться умею. Тогда пускай ваша милость продемонстрирует. Так, прошу прощения, вашей милости. Можно разве что шлюхе под фонарем поклониться, но не императору Нильфгаарда. Прошу взглянуть. Стопа вытянута, ладонь выпрямлена, голова склоняется, пока подбородок не коснется груди. Пусть ваша милость повторит. Что ж, движением не достает плавности и грации, но от Норлинга обычно ожидают меньшего. Прошу за мной. К императору ваша милость будет обращаться только по его явному соизволению, соответственно его именуя. Ваше архивеликолепие. Вижу, ваша милость в настроении шутить. Моюсь, император может этого настроения не разделить. Достаточно, ваше величество, сказанное громко, выразительно и с почтением. Поклон! Император. Ареер аепто орде. Вэлен наман вадгерн, в аборт. Я думал, ты ни перед кем не склоняешь головы. Я не хотел, чтобы у Камергера были неприятности. Он славный мужик. Полагаю, ты вызвал меня не за тем, чтобы вспоминать старые добрые времена. А значит... Молчай. Моя дочь Цирилла вернулась. И она в опасности. За ней гонится дикая охота. Найди ее и приведи ко мне. Ты уверен? Цири уехала очень далеко. Думаешь, я бы стал вызывать тебя сюда посреди войны, если бы это были досужие сплетни? Я думаю, что даже Император может ошибаться. Я и забыл, насколько ты бестаптин. У меня нет ни времени, ни особого желания тебя убеждать. Это сделает Йеннифер после аудиенции. Сколько людей в твоем войске? 20 тысяч 30? Почему я? Ты сам знаешь. Потому что она тебе верит. Да, верит. Так скажи, зачем тебе ее искать? Дело же не в том, чтобы наверстать упущенные годы. Дело в интересах государства. Как всегда. Хватит слов. Ты все равно согласишься. Хотя бы потому, что я тебе заплачу. Больше, чем ты обычно берешь за заказ. Значительно больше. Оставь свою щедрость для тех, у кого войска сожгли дом. Я сделаю это ради цири, а не ради твоего золота. Мотивы меня не интересуют. Только результаты. Остальное тебе скажет Йеннифер. Аудиенция окончена. Мерит. Проводи его к чародейке. Ваша милость, извольте пройти за мной. Прошу держаться в рамках приличий. Во дворце много почетных гостей, которых ваша милость... ...презирает. ...не должны беспокоить. Спокойно! Простите. Ты знаешь, с кем говоришь, солдат? Я, Эревард Второй. Висэнэсвайя Новиград. Я, Аннеян. Рауслиден, айээннэхтэсээй. Элэйэн. Аннеян, атьай твегрэсэй. Эс-сапан. Ну же! Ваша милость, как только вы закончите, прошу прийти ко мне за своими вещами. А че не уперва? Тогда записывай. На самом деле, власть в Новигр... Геральт, в этом дублете ты потрясающе выглядишь. Жду не дождусь, когда смогу его снять. В других обстоятельствах я бы расценила это как предложение. И, может, даже воспользовалась бы им. Но нас ждут другие дела. Теперь ты понимаешь, почему я при дворе Имгера? Да, и похоже на то, что мы теперь в одной лодке. Цель и правда вернулась? Это не ошибка? Ну, судя по сообщениям наших агентов, получается как-то так. Маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу. Чтоб меня. Она и вправду выросла. Прошло немало лет с тех пор, как ты учил ее в Каэр Моргене. Многое изменилось. А вот ты ничуть. Как мне не хватало этих твоих неловких комплиментов. Но сейчас давай сосредоточимся на Цири. Имгер говорил, что ее преследует Дикая Охота. Мне было бы тяжело в это поверить, если бы не вчерашняя. Как они нас учуяли? Из-за меня. Понимаешь, я ищу Цири уже много месяцев. Заклинания локализации и романтии, геомантии и тому подобное. Я знала, что Дикая Охота может это почувствовать. Найти меня. Но думала, что сумею их обмануть. Что ж, не получилось. Угу. С некоторых пор я чувствовала, что они идут за мной по пятам. Охотятся на меня. Если бы не ты и солдаты Имгера, они бы добились своего. Не знаю, чем закончится следующая такая встреча. Придется закончить с Чарами и вернуться к более традиционным методам. Попросить о помощи лучшего следопыта, которого я знаю. Ты должен ее найти, Геральт. Прежде чем это сделает Дикая Охота. Чего Дикая Охота может хотеть от Цири? Понятия не имею, Геральт. Я бы отправила им письмо с этим вопросом, но не знаю, куда писать. Мне известно не больше, чем тебе. Наверное, это имеет отношение к ее крови, к ее дару. А зачем он Дикая Охоте? Об этом я и думать не хочу. Так где именно видели Цири? В двух местах. В Велине и в Новиграде. След в Велине, пожалуй, самый интересный. Начни оттуда. В Корчме на Распутье спроси про купца Гендрика. Хозяин тебя с ним свяжет. И все? Никакого пароля, никаких тайных знаков? Никаких тайных знаков. Мне очень жаль разрушать твои мальчишеские представления о работе разведки. Из Новиграда у нас есть только непроверенная информация, сплетни. Но там тебе может помочь наша общая знакомая. Некая Трис Миригольд. У нее, говорят, уютная квартирка в доме у главного рынка. Наверняка она будет рада меня видеть. А ты что собираешься делать? Я сейчас же отправляюсь на Скеллиги. Там произошел выброс магической энергии, который уничтожил пол леса. И кажется, это как-то связано с Цири. Я буду в Каэр Трольда. Присоединяйся ко мне, когда что-нибудь узнаешь. Прежде чем мы расстанемся, почему ты не появилась раньше? Я был тебе не нужен? Нет, это я была тебе не нужна. Вы из Трис замечательная пара. Йен, я потерял память. Правда, отличная отговорка. Давай не будем на эту тему. Если я еще раз услышу, все не так, как тебе кажется, или теперь я понял, как тебя люблю, я за себя не ручаюсь. Ну вот, мы снова разъезжаемся. Жаль. Но я понимаю, время не ждет. Это правда. Может, мне сразу телепортировать тебя в Велен? Ну уж нет, я поеду верхом. Только сначала переоденусь. Дело твое. Кстати, тебе правда идет черный бархат. Ты думаешь? Может, обошью себе им до спехи. Удачи, Йен. И тебе. Послушай, если ты вдруг захочешь узнать, что случилось в мире, пока ты шатался с Весемиром по бездорожью, поговори с послом Воратре. И Геральт. Я знаю, что кругом война и все такое, но не пытайся стать героем, хорошо? Проверь эти следы и приезжай ко мне, живым и здоровым. Я буду тебя ждать. Возвращаться. 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 Продолжение следует... 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 Шевелись, Платва. 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 На! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...